Жизнь директора Духового оркестра державы, искусствоведа, автора проектов, инициатора фестивалей, заслуженного работника культуры России Ларисы Кувтяной неразрывно связана с Ульяновской областной филармонией. В 2024 году это областное учреждение культуры отмечает 80 лет. Оно было создано в 1944 году. А творческая деятельность Ларисы Викторовны в стенах филармонии началась 45 лет назад. Я пришла в филармонию в конце 1979 года. Естественно, меня сначала приняли по совместительству, потому что я была очень молодая девочка, и с испытательным сроком. И нужно было себя зарекомендовать, и нужно было пройти аттестацию. Но аттестация тогда проводилась совершенно по-другому. Сегодня у нас собирается художественный совет филармонии и слушает, определяет, насколько человек соответствует своему профессиональному уровню. А тогда в Москве в Министерстве культуры собиралась комиссия, которая выезжала в филармонию и слушала абсолютно всех артистов. Это были и артисты симфонического оркестра, это были и певцы, это были артисты эстрадных коллективов, коих у нас было в филармонии достаточно много. Конечно, это было серьезное испытание, потому что нужно было подтвердить свой профессиональный уровень. Все трепетали. Это был самый настоящий экзамен. В 1980 году Лариса Кувтина успешно прошла аттестацию и получила разрешение в Министерстве культуры страны на исполнение сольных произведений. Тогда без этого документа нельзя было сольно музыцировать. Меня приняли в музыкальной лектории. Что это такое? Это группа вокалистов, певцов. Два концертмейстера у нас тогда было. То есть я пианистка и был еще аккордеонист и музыковед. Тогда с нами работала Ольга Ницветаева, всеми любимая, известная. Она работала симфоническим оркестром, других коллективов тогда не было. По словам Ларисы Викторовны, в те годы филармонический коллектив успевал за месяц провести более 40 концертов на разных площадках области. Прежде всего во всех учебных заведениях и муниципальных образованиях. Иногда артисты выступали с симфоническим оркестром. Я напомню, что было принято решение в 68-м году о создании симфонического оркестра. И уже несколько концертов прошло. И, наконец, премьера, первый концерт состоялся в 70-м году. Было принято решение именно к столетию Ленина создать такой роскошный подарок. Министерство культуры Российской Федерации сделало Ульяновскую. За что спасибо большое им. Чудесный, великолепный оркестр. Как сказала Лариса Викторовна, оркестр народных инструментов в Ульяновске появился гораздо позже. Он был создан в 1984 году. А филармоническим коллективом стал уже в 93-м. Поистине действительно великолепный коллектив. Евгений Александрович Федоров, его создатель. И наши певцы стали выступать и с этим замечательным оркестром. В начале 90-х появился и ансамбль «Академик Бэнд». Раньше это был просто эстрадный ансамбль. Постоянно менялся состав, менялись названия. Вообще было много эстрадных коллективов Ульяновской филармонии. Это был и ансамбль «Венец», и вот часть музыкантов оттуда перешла в «Академик Бэнд». Это был ансамбль «Экспресс». И оттуда тоже ребята переходили. И эти эстрадные коллективы, они гастролировали по всей России. Лариса Кувтина напомнила, что от Ульяновской филармонии работал Сергей Захаров, звезда советской эстрады. Правда, здесь практически не бывал. Ульяновские артисты встречались с ним только на аттестациях. К Ульяновской филармонии также была приписана звезда и современные эстрады Ларисы Долина. Даже ее музыканты были из Ульяновска. Квартет «Секрет» тоже числился в нашей филармонии. Более подробно Лариса Викторовна остановилась на истории симфонического оркестра. Когда я пришла, главным дирижером симфонического оркестра был уже Александр Васильевич Алексеев. Мы все знаем, что создателем Ульяновского симфонического является Эдуард Афанасьевич Серов. И он к нам сюда приехал в 1968 году. Началась колоссальная работа по созданию Ульяновского симфонического. И впоследствии, когда он уже переехал на работу в Волгоград свой родной, он постоянно приезжал к нам в Ульяновск. Это был действительно настоящий праздник. А здесь руководил Александр Васильевич Алексеев. А вот в 1985 году сюда приехал Николай Геннадьевич Алексеев, молодой тогда человек, лауреат конкурса «Караяна». И вторым дирижером приехал Андрей Борейко. Вот это было настоящее событие, культурное событие, музыкальное событие. Они просто взорвали всю музыкальную жизнь Ульяновска. Это были удивительно харизматичные музыканты, прекрасные профессионалы. Очень яркие, очень эмоционально проходили все концерты. Поэтому действительно, вот это была совершенно новая эпоха началась в Ульяновске, эпоха симфонической музыки. До этого, может быть, не очень хорошо посещали симфонические оркестры. А когда приехал Алексеев, когда приехал Андрей Борейко, здесь начался настоящий бум симфонической музыки. Было невозможно достать билеты. Можете ли вы себе представить, что мемцентр был весь заполнен настолько, сидели на ступенях. Как говорится, только на люстрах не висели. Такое было количество народа, желающих попасть на симфонические концерты. Вот сегодня для нас ничего удивительного нет в том, что в исполнении симфонического оркестра звучит, например, рок-музыка. Например, идет видеоряд на экране. Ну, сейчас это, естественно, совершенно все пользуются этими приемами. А тогда это была настоящая бомба. Как это так? Люди пришли на симфонический оркестр, и вдруг идет на экране видео, допустим, или слайды какие-то, фотографии. Это все было на нашей сцене Ленинского мемориала. Когда начались программы, Борейка привез программу, симфонический оркестр играл музыку Битлз. Это тоже была настоящая бомба, потому что это невозможно было себе представить. И музыку Поля Мариа, и музыку Абба. Это было все впервые. И была совершенно новая кровь для нашей музыкальной культуры. Новый воздух, новое дыхание. Они были, конечно, настоящими идолами и кумерами. И Николай Геннадьевич Алексеев, и Андрей Викторович Борейко. Действительно, они очень много сделали для нашей ульяновской культуры и для симфонической музыки. Вспоминает Лариса Кувтинав, в 90-е годы в Ульяновске стал поднимать голову бизнес. Среди бизнесменов появились страстные любители музыки. Так Владимир Рыжих сподвиг в симфонический оркестр на создание проекта музыкальной ассамблеи по типу Петровских ассамблей. И тоже это был совершенно новый, совершенно грандиозный проект. Билетов невозможно было достать. Этот проект проходил и в филармонии, и в зале дворянского собрания. Популярен был невероятно. Впоследствии и в Ленинском мемориале проходили эти программы. Затем, после того, как Борейко уехал, и Николай Алексеев уехал, начался проект «Симбирские вечера». Собственно говоря, автором этого проекта являюсь я. И мне было важно поднять не только симфонический оркестр, привлечь к нему внимание, но и других малых коллективов, которые уже к этому времени появились и прекрасно себя зарекомендовали. Появился «Волгобрасквинтет» благодаря Валерию Уткину, заслуженный артист России. Валерий Уткин создал «Волгобрасквинтет». Ну, понятно, появился «Академик-бэнд», они уже работали, ребята. Появились струнный квартет, появились народные небольшие ансамбли, ансамбль «Садко». И вот эти малые коллективы, естественно, мне хотелось, чтобы их тоже знали, чтобы они тоже выступали на больших сценах, не где-то там по учебным заведениям. И в этом проекте «Симбирские музыкальные вечера» – это краеведческий проект. У нас здесь настолько, это был первый музыкально-краеведческий проект. Вот сейчас уже много, мы уже знаем, уже много идут таких программ, а тогда это тоже было все впервые. Это было невероятно интересно, и вот наши все эти коллективы и солисты принимали участие. В 1982 году состоялось еще одно важнейшее событие в культурной жизни Ульяновском. В зале Ульяновской филармонии установили орган. Большие усилия к этому приложил органист Александр Титов. И у него была мечта, чтобы в Ульяновске был орган. И ректор консерватории, его преподаватель Рубин Коберович Абдулин очень ему помог. И благодаря вот этим усилиям, благодаря тому, что Александр Титов будировал все возможные каналы в Министерстве культуры России, наконец его услышали и в 1982 году установили в зале филармонии орган фирмы «Уйли». И Александр Титов стал первым ульяновским органистом. Первым я имею в виду в 20 веке, потому что, конечно, в 19 веке мы знаем, что там были органы. И в кирхе этот орган был в 1917 году, в годы революционных событий он был утрачен. Он был в театре у Балычева, орган небольшой. Но, к сожалению, эти органы были утрачены в 1917 году. И вот теперь, в 1982 году, Александр Титов стал нашим первым органистом. Сейчас этот орган перенесли в Малый зал Ленинского мемориала, и он ждет своего часа. В 2001 году было принято решение о создании ульяновского государственного духового оркестра «Держава». Это тоже очень важное событие. Его создателем и главным дирижером, художественным руководителем тогда был Николай Антонович Булатов. Это был военный дирижер, всю жизнь он проработал в различных гарнизонах, в том числе и за рубежом, и в Германии, и в Чехословакии, в Ульяновске, естественно, и в танковом училище руководил духовым оркестром, и в училище связи. Когда он вышел в отставку, естественно, что он не мог существовать без духового оркестра. Это очень понятно. И он стал добиваться, чтобы у нас появился концертный духовой оркестр. Это очень важно. Вот сейчас уже во многих городах, во многих филармониях существуют концертные духовые оркестры, именно филармонические, не военные. Ну и вот мы были одной из таких первых ласточек. В 2001 году был такой оркестр создан. И я придумала ему название «Держава». Мне показалось, что это такое очень достойное название для духового оркестра. И с тех пор я являюсь директором оркестра. Мы работаем, мы работаем очень много, работаем во всех муниципальных образованиях нашей области. Сегодня Лариса Кухтина является не только директором оркестра, но и автором сценариев, организатором и ведущей. Державой было создано около 200 концертных программ. Оркестр дает более 80 концертов в год, причем 20-30 из них в отдаленных уголках нашей области. Кроме того, Лариса Викторовна по-прежнему сотрудничает с симфоническим губернаторским, русским оркестром и камерными коллективами филармонии. Несмотря на огромную занятость, она говорит, что работу свою очень любит, потому что это всегда вдохновение.